Продолжим выпуск с водкой пожаров. Их, к сожалению, было немало в минувшие выходные. Обо всем подробнее расскажет Алина Багрянская в патрульной рубрике. Алина, здравствуй, мы слушаем тебя. Да, Настя, здравствуй. Первое возгорание, о котором я хочу рассказать, случилось около микрорайона Любимов в минувшую пятницу. Там загорелся автомобиль Рено Сандера. Так получилось, что за считанные минуты выгорел весь салон машины. К пожарным из ближайшей части сигнал пришел, когда автомобиль полыхал уже несколько минут. Возможной причиной задержки огнеборцы назвали то, что люди звонили не в городскую пожарную службу, а на номер 101, откуда данные распределяются с задержкой. Пассажир автора сказала, что причиной возгорания могло стать неисправное сцепление авто. Так ли это и что точно послужило причиной возгорания, сейчас выясняют эксперты госпожнодзора. Еще один пожар случился в Нытве 20 марта в 10 часов утра в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. Пермского края поступило сообщение о возгорании в жилом одноэтажном деревянном доме по улице Песчаная. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения происходило открытое горение деревянного дома на площади 120 квадратных метров. Самостоятельно до приезда пожарных один человек эвакуировался, получив ожоги. К сожалению, есть погибший. Всего к реагированию на пожар привлекался 31 человек и 11 единиц техники. В том числе от МЧС России 19 человек личного состава и 6 единиц техники. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Пермскому краю совместно с представителями Следственного комитета Пермского края проводится проверка. Обстоятельства и его причина устанавливаются. Еще один пожар в тот же день случился в 3 часа ночи в поселке Яева. Загорелся жилой дом по улице Ленина 11. В нем проживали 4 семьи. По мнению жильцов, виновником там устал часто выпивающий сосед. Именно от печи его квартиры загорелась одна половина строения, считают они. Соседи остались без жилья. Ничего из имущества спасти им не удалось. Они приехали с поселка Сухая. Им предоставили жилье в виде этой половинки дома. Жилье было в ужасном состоянии. Но они отстроили и сделали ремонт. Сейчас им некуда пойти. Семья просит о помощи всех неравнодушных граждан. Контакты и данные счетов сейчас на экране.